номер 559 события дня эпиграф матфея 1230 кто не со мной тот против меня и кто не собирается мною тот расточает за 24 июня 2017 года речь идет о событиях дня события дня которые у нас здесь совершаются мы работаем по прудам заказали технику вот из барнаула только привезти бульдозер 21000 стоит мне будет только за подвоз поэтому надо заранее все подготовить чтобы он не стоял на минуту а потом платить полторы тысячи за час его работы конечно мы ставят вид всем кто может как помочь питанием не деньгами деньгами не рубля не платили они потеряюсь кида и нещего вот и готовят женщины поделенный час подносят допустим там пол второму такой домик называется саманной как гостиница корзинка у нее все складывает никита и идет или везет на велосипеде чтобы не помять и кроме того всегда чтобы не был на столе возвращается вечером пища готова батюшка дает мясо барашка заколит и горит там сливки недовольник никогда не было наоборот даже говорили я приеду домой жена не узнает так растолстел смеется кто нынче будет и как не знаем пока вот если мы в этот день собираемся что-то делать то график меняем завтрак 8 часов здесь у нас всегда те которые раньше в лагере были такой порядок и мы торопимся скорее поэтому все уже подготавливаем завтрак заканчиваем 7 или в 7 и к роману малышу у него машина без романа никуда мой здесь особенно по прудам сваи вот эти деревья которые пилили с такой быстротой это делает и легкий очень роман на работу легко договориться с ним и никогда не противоречит просто работает и совет дает у него машина машина инструмент загрузили на первый мостик самый трудный нынче будет 150 одну сваи только установили просверлили забили 151 это одну и и только стол поставьте все они в обработке дважды были просмоленая а потом подровнять надо отпилить у него все есть с пилой и вчера вот как раз поехали ну и в основном уже подготовлено все землю покидали и как сама не будут видно стянули между собой это два заплота с разных сторон где дорога будет идти но это все еще только проект практически можно сказать будет что замысел удался когда первые машины пойдут все дело то в том что сделать просто трассу ну сделали ездят то другое что все время прибывает вода через который мостик идет и надо чтобы вода не размывала проходила и весной когда большой напор воды она не размыла не унесла все что мы настроили прямо упала роман и его понесло в эти весной было и он был особо гидро костюме и вода туда попала год очень холодная была и вот и вчера были батюшка приехал проведал на все заснято потом посмотрите это интересно очень каждый работает как мы с вами носили сено самонить как пилили никита до трусов разделся в воде проводовать и проволоку стягивал так дорожно работали хорошо ну и к обеду уже мы вернулись сейчас там делать нечего пока не прибудет сюда бульдозер для нас это события значимые потому что если так взять на получается на северо-восток на северо-запад вернее на северо-запад от нас село урывка 10 километров то туда не проедешь надо совершенно в обратном направлении ехать почти на восток а там разворот и обижать эти лага потом нас второй мостик нужно сделать а тут напрямую 10 километров или 20 но большая же разница едет другую сторону так интересно но жизнь продолжается события то что вчера у нас после завтрака у нас прощание было с влеське галина алексеевна снова кузнецкая 60 лет она приехала и доехала она вот у меня на телефоне это уже записано как она говорит пять часов чем-то ехала 545 километров проехала и говорит бабки разные бывают восклицательный знак и опять из области любви христианской в опять в область лицемерия лжи там попала такой вот смысл вот она еще надо посчитать поточнее ну смысл такой то есть вспоминаю и была здесь я и веник подарил березы даже забыла я говорю кому отдать то до марине ну договорились так вот это потеря ну как потерято она все почти пошила сидела на машинке строчила тут электрическая машинка до 4 у нас ножных то есть при желании тут можно работать баня субботний день в баню баню топится только я пришел начало обсыхать никита приходит и говорит там полиция приехал и начальник и участковый участковый новый молоденький просто так вот теперь назначили проходил практику видно и начальник такой солидный начальник уголовного розыска района он был в прошлом году она еще я не знаю поменял должность или нет ну кажется вот нагрянула полиция тут все в моей жизни практически не было ни разу чтобы полиция или милиция причинила какой-либо вред почему вот это я что они там делают и везде пишут там магазине расстреливают людей ну просто вот так я после работ после окончания техникума строительного это у нас сколько там был этот выпуск сколько разных курсов и пгс промышленно-гражданская строительство дороги и только четыре человека были направлены прорабом остальные мастерами прораб это все охватно и меня направили в органы мвд от меня не зависело там строго режимный лагерь плишки на иркутской области вот там я работал пока в армию не призвали 7 месяцев ой как устал я там две смены без выходных практически 7 месяцев а кого ничего не знаешь так только по рисункам по картинкам теперь-то вижу сколько ошибок было сделано то есть можно было кое-какие нормы не принимать там вот наложить там проем потолки уже они не специалисты им процент нужен а я придирался как придирался я требовал по нормам и сейчас вижу ну можно было то там потолок после меня проверять будет прогиб где а я не закрываю наряд вижу что дело то правильно как учили а по делу то можно было бы это слабину дать не знаю и вот приехали они и никита сразу же за аппарат фотографировать правда не пришлось а кого фотографирует остальные твой они шли тут навстречу ребятишки в баню в бане то здесь же на скворечнике а живут а прямо напротив в доме у володи пащенко ну как дела все я скажу руку протягивать не здоровается с ним мент проклятый еще глупости то он улыбается он приехал ехали мимо решили заглянуть разве это плохо что призванные смотреть за порядком у внутренней де внутри страны а я бы начало счета к руку подаю и участковый подает руку здоровается как дела да хорошо я должен был обмолчать смысла никакого нету но поговорили о журнал показал русский дом очень хороший круто вот там журнал про нас там большая статья была три страницы ритунского владимира васильевича видимо теперь старейший корреспондент мамонтовской газеты свет октября ну и дал его маленько посчитать он да нельзя взять посчитать его здесь прочитайте ему дают один номер я за ним заезжал в москву кстати я статья там обо мне есть называется влюбленный в святую русь как наши поездки были потрясают масштабами но действительно масштабно от порта находки владивосток до лиссабона по странам европы и везде даритки нет таких поездок не было и нет додумай вряд ли когда будет то действительно это и он на меня так смотрит даже с удивлением ну тогда мы поехали ни слова никакого а лагеря таны еще нет я говорю нет лагерь мы расформировали потому что бороться роспотребнадзор 110 тысяч человек прокуратура милиции посчитает там миллион и но с кем бороться ты чего родит это и таки распущен и он больше не вопросу ни одного не задал поехали поехали опять руку подает ну вот когда начинаешь говорить с ментами знаешь это он делает свое дело мне вспоминается одно сообщение было сейчас могу не точно сказать швеции там или дать но в скандинавии забунтовали забунтовали как забастовали полиция и сколько я там выставлю за это время в четыре раза увеличилось число нарушений преступлений люди воспользовались моментом что никто не смотрит в четыре раза и было что за что-то там по каким-то причинам забастовали врачи смертность уменьшилась в четыре раза вот как хочешь смейся не смейся будем лечить или оставим жить вот так и это никому что врачи не нужны но часто ненужные лекарства все это травятся давится это вот события для нас а потом вечером богослужения такой вот наполненный день был мне пришлось быть на исповеди сегодня воскресенье я вот говорю 25 думаю быть причастником животворящих тайн христовых вот так ходил я в храм думаю сижу какие сапоги стоптанные резиновые там тяжело а потом думаю вообще-то еще я думаю об обуви она и не нужна сними обувь твою господь говорит я босиком и так босиком молился на час утром уже дождь тут прошел и холодновато придется сапоги надевать готовится вот еще событие небольшое вечером уже разделся уже к постели и одним спросил никита никита когда-то у голубей был у него голуби на его доме я привез было 7 осталось 6 один погиб ну вчера или позавчера как не каждый день а идешь то мимо заглянуть как у них там с водой и с питанием нет я вижу он их не приучит с детства насильно мил не будешь я подумал зачем ребятишек туда не водят забрать их надо и на вторую голубятни а то у меня получается три голубятни я пришел вижу никита что-то засмущался с ребятишками но мы с володей тут забрали голубей всего 6 володей переловил прям сразу уже время к сумеркам то но и отнесли на вторую голубятню теперь я говорю давай оттуда пшеницу что было водопой был все оттуда переместить сюда зачем ему это лишняя забота ну если любит человек тут понятно я канарейки будет любоваться вот такое дело это я уже говорю как события события мелкого маленького мало значащего для нас это событие вот человек уехал сегодня вот из канады получил вопрос и спрашивает юбка какой длины должна до полу как всегда или можно ниже колен только я пишу на ниже колен обыденно это хотя бы на 20 сантиметров я вижу как девчонки носят чем длиннее тем лучше но в храме не выше 10 сантиметров от пола это строго а это не говорено ну по смыслу не выше же колен то из канады поэтому сегодня у нас 25 а послезавтра двадцать седьмого они даже прилететь тут их должен сергей пупков встретить и привезти из канады я сейчас не знаю не летят первая пересадка в париже будет 2 видимо в москве до барнаула а тут уже такси сергей таксистом эти какие я рассказываю события то их событиями не назовешь но события как не назовешь то он был и не был вот я приехал сюда на 1 голубят не у меня здесь она видно как сюрреалистично такое строение даже мог бы показать рядом стоит пятиэтажная можно сказать на крышу залезти было глубей но немного там 56 а на другой 35 на большой и друг где 35 приезжай и один голубь был теперь ни одного нету куда неделя прошла что-то стал смотреть осмотреть это на чердаке то а там куча пера это там кто-то жировал и питался голубями 30 голубей может 35 погибшие и но нигде не косточки нету видно что дверь я сама смотрит нашел и отверстие где можно проникнуть с карниза сарая но это наставил везде капканы где перо перо посчитал 23 капкана поставил на одну на один чердак 23 капкана за счет перекрыл все ходы два дня простояла но я не знаю кто у меня тут рыжая кошка белая и буса я по свету их называю я все-таки сумел задержать когда приходили они там завтрак обед и в комнате продержал им сделал в тазике в туалет ходить они чистоплотные такие кошки но нигде не ну так как она роет землю что-то упало и они у меня пробыли здесь утром никита приходит приносит кошку попалась серая серая кошка ножку показывает перебила ей а дальше я не знаю оказывается она с капканом выползла наружу и повисла на ноге а там метр примерно откуда она по крыше идет и она Володя говорит я слышал мяуканье а потом перестала мяуканье да чё ж ты не вышел она всю ночь висела на лапке это вообще а мне теперь кошку жалко а ночью узнали матушки на где она в городе я поехал батюшке так и так кошка то здесь надо какую-то лангетку поставить чтобы срослась нога то она у нее висит болтается да вот батюшка говорит такая сытая кошка по неделе зимой не было придет такая сытая кто ее кормит она сама питалась она голубей там терюшила и вот такое дело я вечером попросил ребята поищите где она они быстро ее нашли это того матушки и забрали ее никите там накормить надо я а здесь давно не накормили накормили а земли по тазике то не поставили она не знает куда ходить но и напачкала да вот кошка то когда кого не человека заключи куда он будет ходить ну если некуда ходить и держать заперти его и она также закрыли за ней двери она была но до этого еще до этого а тут мне и говорят так нога у нее целая она уже начинает на нее наступать но помассажировать надо что-то сделать и все не узнаю как у ней дела я забрали никите там отдельно поставьте и куда ходить еще вот такие не входят в это жалко и кошку никто не знал теперь я своих выпустила там где с карниза проделали отверстие там самоном было заделано володя там все сейчас забивает реже доски она между стропилами расстояние внизу чтобы все закрытие не было я тоже должен заботиться голубей нету голуби исчезает и я думал харек или ла-ла вот это событие одного дня местного масштаба видите какая у нас жизнь дети после бани не ходят купаться такой устав не ходить пережить это здесь надо вот пишет сергей игнатов спаси христос священном писании есть места которые понимаешь сразу и не требуется никакое разъяснение бывает и такое когда после толкования на тот или иной стих появляются вопросы которые бы не возникли когда считаешь без толкования святого на данный стих в семнадцатом стихе главы 66 про книги пророка исаи мне все понятно рощи были местом поклонения у отдельных язычников свинья не чистое животное которое господь запретил евреям вкушать есть мышей конечно мерзость для человека он же не гад ползающий и не кошка у которой свой рацион учиться все должно быть чисто перед господом и он не погибнет от божьего огня и меча во всяком случае я прямо понял написано в исае какого-либо символического образа данном стихе я не усмотрел скажу что мне нравится считать священное писание но есть такие места по которым мой ум просто скользит по тексту не задерживаясь это на вопрос рифки отвечает это 66 17 2 сейчас мы посмотрим исае 66 17 так легко узнать последняя глава 17 стих те которые освещают ощущают себя в рощах один за другим едят стяное мясо и мерзость мышей и мерзость и мышей все погибнут говорит господь ну тут понятно правильно все ответил сергей а рифка на это отвечает от нее вопрос был как писал ян касьян желающий понимать священное писание должен заниматься не столько чтением толкований сколько ощущением сердца пророков и не будет нужды в толкованиях как глаза не нуждаются в какой науке чтобы видеть если только они чисты и нет тьмы это маленькая там откинул того что говорил один священник сергей игнатов мир вам передача события дня которые ведет известный исповедник православной веры староста крестовозвиженской общины в городе барнауле рпсс игнатий лапкин стало для меня самым востребованным новостным каналом где все события рассматриваются во свете библии такой передачи я не встречал нигде среди средств массовой информации прихожане святотихоновского храма городе угледаре донецкой епархии по украинской православной церкви м.п. игнатов сергей ну события дня в эти события дня включая иногда события которые где-то были сейчас смотреть нету там же артисты женились разошлись меня это не интересует но бывает события которые требуется осветить вот тогда родился самолет когда я об этом говорю погибла на дороге там много где-то немного трактую о том что надо быть готовы к смерти мы все смертные во сне встал ничего этого не было радуется но иногда бывает так что именно все так и идет как ты видел до этого самое худшее предположение поэтому таких событий на сегодня может быть тут меня подкидывает материала что посмотрели я просто не усмотрел поэтому ну как бы все показать свои ресурсы вот ресурсы вот первый самый это мой мир вот она уже встречается виктор николаевич савченко ведет занятие толкования вот три 4 5 5 6 7 вот эти 7 а всего 10 сегодня поставил роликов 10 10 10 этажа не 2 это понятно это 2 это православный видеоканал открытым оком во свете библии православный видеоканал тоже двое кто-то зашел бывает ругать или даже открывать боязнь с матерками прям каждый день но тут купаться нельзя за 30 55 минут 62 просмотра видимо нравится это людям вот но остальные поменьше 16 26 и кроме того у нас есть форм большой форм православный форм все открытым оком во сети библии название такие посещаемый суд поменьше чем вчера было 450 450 человек нам просто так с налет это нет если не знаешь не найдешь поэтому это постоянно посетители и вот постоянно показал я мой мир может даже заглянуть кто и вот задает сразу закроют какой-то непонятно ннс это нас а вазе то есть глупость его нам не нужен этот человек торгует чем вот это я сразу убираю где-то непонятно то есть толкователи как она нс это может быть один человек только совсем рекламирует там музыку глупости ну хоть хорошо без руками вот так сразу убрал и все на этом еще ну и все это может быть один и тот же человек комар комаров и детям боретесь то как же вы там с ними боретесь это же просто невыносимо не взрослыми детям комары боретесь захлопнул его рукой или травой отмахнул на изнеженный человек у нас даже внимания никакого нету вылежу да какой-то вот приезжали из томской тайги у нас были потеряем а вот там да олень бежит и может задохнуть все 8 комарами дышать а это тут комар ну комар одел не пропусывает на лицо надел сетку и вообще ничего нету руки в рукавицах а жару их и нету паутов больше как вы с ними боретесь еще с ним бороться то еще и нету вот теперь показать последний большой ресурс во свете библии вот библейский православный сайт по нему надо работать 355 тем всех вопросов и ответов и вот немножко тема войну я никак это все и закончу показать что есть вопросы которые мне задавали университета вопрос 1435 пятый том открытым оком почему церковь всегда крепла во время гонений как понимать выражение кровь мученика всеми церкви ответ это усыновление господне почему таков уж закон божий чтобы страдание как гарнили окалина вся перегорала и очищенное золото блистала на радость хозяину 1 петра 4 1 и так как христос пострадал за нас плотью то и вы вооружитесь той же мыслью ибо страдающий плотью перестает грешить почему без мучения нельзя родить ребенка вопрос бытий 3 16 жене сказал умножаю умножу скорбь твою в беременности твоей в болезни будешь рождать детей и он 1621 женщины когда рождает терпит скорбь потому что пришел сейчас ее но когда родить младенца уже не помню скорби от радости потому что родился человек в мир вот так написано положено это второе счастье еще можно изменить там не радоваться что-то родился незаконный ребенок внебрачный а ну а первое что безболезненно то этого никак это понимали уже ветхозаветные праведники псалом 93 19 при умножении скорбей моих сердце моем утешение твои услаждают душу мою псалом 1171 благо мне что я пострадал дабы научиться уставам твоим гонение за истину отсеивает мекину ветром преследований ощущают гумно лука 3 17 лопата его в руке его и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в жительницу свою а солому сожжет огнем неугасимым если нужно отобрать на славное и трудное дело то предложи всем пробежать 10 километров за полчаса и сколько останется в англии так там от министерства до министерства что на маразматик куда побежит глядя на мужество страдальцев зрители превращались сторонникам гонимых на крови стефана зародилось будущее светило церкви апостол павел филиппинцам 11 14 большее счастье с братьев господи ободрившись узами моими начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать слово божие диане 4 29 и ныне господи возри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое на место павшего под ударами палачей бог восставляет сотни и тысячи новых бойцов как свидетельствует и жития святых казнят одного от свидетельства героя веры обращаются палачи этих начинают казнить обращается вся гвардия казнят на окраинах империи а обращается в другом конце вселенной в десятки раз большее число избранных ну вот такой ответ даю можно еще один ответ взять вопрос взять позволяет время вопрос 1262 4 том открытым оком школьников повезли на стрельбище стрелять из автоматов может ли православному христианину туда ехать ответ запрета на то чтобы уметь стрелять нет я жил почти самых малых лет с ружьем в руках и скажу что умение пользуется ружьем или автоматом никак не помешает конечно никогда и нигде и никого из людей не убивать в нашей книге к истинному православию читай раздел а я говорю вам любите врагов ваших видите какой маленький ответ но в нем практически все сказано еще можем тогда взять один вопрос вопрос 1117 3 том открытым оком почему активное сопротивление злу это якобы не христианское а не сопротивление злую силою это как будто бы по-евангельски хотя последние являются толстовством подставить другую щеку это значит не оказывать сопротивление вообще или же после удара в другую щеку можно намять бока обидчику вот мне такой студент какой-то видимо задал ответ православные очень любят ярлыки при том стандартно до отупения если признаешь нагорную проповедь то ты толстовец а лев толстой ничего к этой главе и даже не добавил но понимал его буквально в чем же здесь его вина если хочешь библию читаешь то ты баптист сектант хотя чтение слова божия является столь же необходимым как дышать воздухом если не бреешь бороду то ты старовер христиане могут защищаться но не убивать в правилах василия великого делается упор на то что ударил убил виновен а если бы этот удар не достиг до смерти если вы просто оглушил связал сдал в милицию переломил ему руку ногу то правило даже намека не дает на наказание за телесное повреждение при самообороне или защите ближнего эти какие вопросы задавали как просто я даю ответ и последний вопрос 2126 восьмой том открытым оком всегда ли правильно вели себя христиане или все же были случаи когда они вызвали на себя огонь противников своим воздержание воздержанием или даже дерзость на ответ таких примеров масса вполне можно было бы жить спокойно прославлять господа благовествовать но буквально задирали власть придержащих совершенно пренебрегая мирной без войны жизнью 2 тимофея 225 скротостью наставлять противников не даст ли им бог покаяния как познание истины и 1 тимофея 21 2 1 2 итак прежде всего прошу совершать молитвы прошение моления благодарения за всех человеков за старей за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте мятежи воздвигали по пустякам ни в чем не уступая несогласным с ними при том не в вопросах веры поплия 9 октября святая поплия была в царствоне юлиана диакониса антиохийской церкви славилась своей добродетельную жизнь в молодости своей она недолгое время пребывала в браке имела сына и анна который впоследствии был благочестивым пресвитером по смерти мужа она собрала у себя лик девственность что такое лик то есть сон с которым словословила господа однажды она с этими девственностьями пела утреннюю между прочим они громогласно воспевали псалом идола язычников серебро и золото дело рук человеческих есть у них уста но не говорят если у них глаза на не видят если у них уши но не слышат и нет дыхание устах и подобно им будут делающие их и всякий кто надеется на них псалом 134 15 и 18 стихи случайно в то время мимо проходил прибывший в антиохии император и услышав все пение приказал замолчать но попля начала петь еще громче вот вопрос а можно было и замолчать тогда раздреванный император велел привести к себе начальницу хора и приказал каждому из сопровождающих его воинов бить ее по лицу святая в это время бестрепетно обречала юлиана в безбожии и говорила что считает истину божию выше всего наконец она была отпущена в свой дом я по-прежнему продолжала воспевать бога вместе со своими девственницами вскоре после всего она с миром предала дух свой господу какая власть интересна была феодосий великий 11 января великий отец понимая лукавство царя был как бы орел летающий в недоступный недосягаемый который скорее сам мог уловить своего ловца он не отказался от присланного золота чтобы не показаться безрассудно презирающим веру царя и не подать повода к его гневу чтобы кроме того милостыню совершаемое на это золото исходаточствовать ему у бога милость для наставления его на путь истинный но милостыня не имела никакого успеха потому что золото было прислана не по правде а с лукавством царь получил надежду иметь в лице пеодосия своего единомышленника так как он принял золото но напрасно была его надежда и в доксе 6 сентября по обнародованию сего повеления многие из верующих бежали в пустыне и горы предпочитая лучше жить там со зверями нежели в горах в городах с беззаконными людьми точно также множество из сановных и знатных людей оставили свои должности и жилища и скрывались неизвестных местах одним из таких было воинские начальники и в доксе верный раб иисуса христа он оставил свою должность скрылся с женой и детьми от нечестивых чтобы избежать царского гнева потом призвал свою супругу по имени василиса детей домашних и друзей доксе сказал им было время когда я скрывался теперь же время открыться и добровольно отдаться в руки мучителей за иисуса христа который сам отдал себя на страдания за нас и вот я иду и как восхотел господь мой так устроить со мной и поможет мне вас же я оставляю под его защитой затем сделав разное распоряжение по дому святой дал наставление детям своим и рабам как им жить без него добродетельно страхи и любви божии а супруги своей завещал не плакать и не сетовать когда она услышит о его смерти но проводит тот день большой радости и веселья благодаря бога что он сподобил своего раба мученического венса видно проводить простившись с домашними и надев приличную своему сану одежду оружие воинский пояс как подобало одевать свои начальнику войска святой оставил свой дом жену детей рабовка друзей все свое имение покидая все ради любви господу своему трогательна была эта разлука когда жена мужа дети отца друзья любимого друга лишались горько все плакали расставаясь с ним и познали что ему же к ним не вернуться стихотворение за видимым суметь увидеть бога невидимого любящего нас предусмотревшего какие ждут дороги что будете сегодня не сейчас заранее за годы за столетия мастит через кого-то переправы плетет нам фараона ковы плети переплавляет у любимых нравы заранее без видимой причины темничный страж иосифа скрутил располагая так события тычины свой срок и пиоплянина крестил не обойти при горькие лекарства разжевывать мучительно глотать при жизни подниматься по мытарствам и понимать что это благодать быть может до конца не осознаю как почему мой жребий так суров с таким трудом к скрижалям на стена и на горных заповедей ощутить покров без тесноты и муки не родиться кораблекрушение выбросить на остров астровитянам от меня лечиться мой опыт слово этот скальпель острый моя страна в чахотке издыхает фугасы лопаются гнойные нарывы путь к водоносам а пока лохане сомнительных успехов и наживы не будь разбойник пойман и распят блудницу не схватили б так внезапно они все так же с головы допят сгнивали крепостными у пилата но за событиями нашей биографии за тем что происходит за границей у бога все размерено под график под будущие книги и страницы такое мое стихотворение и на этом все благословен господь и благословено царство его и